Гуманитарный рейс В них сахар, масло, крупы, мука, консервы, печенье, чай, сгущенное молоко Большинство наборов направятся у нас в город Донецкий, город Макиевка Там сейчас сложилась самая тяжелая гуманитарная ситуация Поэтому большинство груза пойдет именно туда Распределительная площадка работает как часы С августа здесь действует огромный многофункциональный узел гуманитарного штаба Практически всю работу выполняют волонтеры В частности, сотрудники металлургических комбинатов Вообще тут работают представители двух комбинатов Азовстали и Ильича Но приходят также и студенты И даже те же самые переселенцы Они тоже приходят и помогают нам На территории базы расположился один из пунктов выдачи помощи переселенцам Его стены украшают детские рисунки Я пока забыла много людей Я просто с детками рисовала здесь, чтобы занять их так На этой стене список из тысячи фамилий Это переселенцы, которые живут только в одном районе Мариуполя Через три часа пакеты с едой, детским питанием и средствами гигиены получили более 200 человек С Новозовска прибыло много людей Переселенцев Оформили, выдаем им помощь То есть, если раньше это были горячие точки из Донецкой, Ивановской области Центральных частей Сейчас уже граничивость России в нашей южной части По 10 тысяч, может чуть больше Официальных переселенцев Дончанка Анна с дочерью Катей обратилась за помощью впервые Семья приехала в Мариуполь несколько месяцев назад Накопленные сбережения потратили на жилье А чтобы прокормить четверых, зарплаты мужа уже не хватает У нас двое детей Маленькая девочка, трех с половиной лет И школьница девочка, 12 лет Сейчас вынуждены обратиться и за продуктовым набором, и за гигиеническим За два дня в Мариуполь доставили почти тысячу тонн продовольствия и средств гигиены До конца сентября привезут еще 550 тысяч продуктовых наборов Таким образом, помощь получат более миллиона жителей Донецкой и Луганской областей Из Мариуполя Юлия Меньшакирова, Евгений Якунин, Николай Сыченко События, канал Украина